Добрый день, дорогие друзья! 2021 год объявлен в Ульяновской области годом книги. И для Ульяновской писательской организации этот год памятен еще тем, что в июне этого года исполнится 70 лет со времени образования Ульяновской писательской организации. Ну и писатель, книга, читатель – эти понятия взаимосвязаны и очень символично, что эти два года так соприкасаются друг с другом. Эти даты для нас очень важны. И сегодня мне хотелось бы рассказать несколько слов о новом проекте, который мы хотим реализовать. Проект называется «Мастерская писателя». Проект партнерский Ульяновской писательской организации, Дворца книги Ульяновской областной научной библиотеки и издательского дома «Ульяновская правда». Суть этого проекта в том, что мы хотим еще раз напомнить о творчестве ульяновских поэтов и прозаиков. Сделать так, чтобы это творчество стало ближе ульяновцам, заинтересовало их, чтобы еще раз прочли стихи и прозу наших замечательных авторов. Несколько слов об истории Ульяновской писательской организации. Она была образована постановлением секретариата Союза советских писателей 25 июня 1951 года. Инициатором создания и ее вдохновителем был классик советской литературы Григорий Коновалов. Вопрос о назначении человека на Земле. Он задается, имеет вопрос, человек с тех пор, как стал человеком. Назначение его одно – и оставаться человеком. То есть, работать, радоваться, творить, любить людей, близких, товарищей, в конечном счете любить человечество и, конечно, разумом жить. А главное – хорошим быть хозяином вот на Земле. Но еще до образования Союза советских писателей в Ульяновске существовало литературное объединение. А после войны, в 1946 году, вернулись с фронта писатели, поэты. Среди них тот же Григорий Коновалов, Петр Бейсов, Василий Дедюхин. И организовали литературное объединение, продолжали, так сказать, его существование. Проводили литературные пятницы. Они проходили в Ульяновском пединституте и в дворце книги. История – это давние, длинные, очень интересные литературные пятницы. И литературные понедельники были, и литературные четверги, которые до сих пор продолжаются во дворце книги уже более 60 лет. И вот под руководством этих патриотов, этих талантливых людей, замечательных писателей выросли такие поэты, как Николай Краснов, Николай Благов, Николай Рябинин, Владимир Курков, Евгений Мельников, Владимир Дворенсков. Позже был утвержден штат писательской организации, у них был свой юридический адрес. Это улица Пролетарская площадь, дом 4. Вот как пишет Лев Александрович Бурдин, основатель журнала «Симбирск», известный ульяновский журналист, о том времени. В самом начале 50-х светло и живо пульсировал поэтический родничок в послевоенном Ульяновске. На слуху были имена Григория Коновалова, Дедюхина-старшего, Николая Краснова. Писательская организация нисколько себя не ограждала от молодых авторов. Ее заседания открыто проводились в читальном зале Дворца книги, где слово мог взять каждый желающий. Все это было от избытка таланта, от душевной щедрости. Трибунами начинающих были и газеты «Ульяновской правды», и замечательный журнал «Литературный Ульяновск», организованный тоже когортой талантливых писателей и возглавляемой Николаем Полотнянко. Истоками формирования ульяновской писательской организации были и городские литературные объединения. Они были действительно настоящей кузницей кадров, истоками российской литературы. Ну вот, к примеру, в 50-е годы замечательное литературное объединение выросло в Меликесе, Черемшан. Руководил им Иван Дмитриевич Хмарский, тоже фронтовик, замечательная литература, вед, дипломат. И из Черемшана вышли классик, еще один классик советской литературы Анатолий Жуков, которому, кстати, в этом году, так же, как и Николай Благову 5 января, исполнилось бы 90 лет. А также знаменитый журналист Станислав Романовский, ученый литературы вед Иван Хмарский, я о нем уже упомянула, известный поэт Евгений Степанович Ларин, который недавно, к сожалению, покинул нас. Позвольте сказать, дорогие поэты, кто дышит поэзией в нашем краю. Да многое нами воспето, испето, когда выражаем мы душу свою, Мы каждый по-своему в лирике пашем. Но жаль, что порой содержание стиха Не пахнет ни Русью, ни временем нашим, Хоть ставь под стихами любые века. Мы жизнь наблюдаем сквозь рамы двойные, Не слыша, о чем за окном говорят, Не знаем о том, что хапуги России Химичат, ловчат и казну тормошат. Они всю Россию кольцом окружили, Чтоб сесть на нее, как на лошадь верхом. О, как она ждет, чтоб ее защитили Поэты России гражданским стихом. Ах, как она ждет от нас мощного слова Зубастой, гребастой, могучей строки, Чтоб наши глаголы звучали сурово И были остры, как в атаке штыки, Чтоб слово поэта во всю свою силу И гнев, и протест выражалась сполна, Чтобы верой и правдой России служила. Она ведь у всех у нас только одна. А в 70-е годы надежды и опоры наших писателей Долгое время было замечательное Замечательное литературное объединение «Надежда», которым руководил Александр Семенович Бунин. С 1979 года он возглавлял это объединение. Замечательный интеллигент, талантливый поэт. Вырастил большую прияду молодых Ульяновских поэтов и прозаиков. В их числе и Александр Лайков, и Елена Кувшинникова, и Виктор Малахов, и Елена Яговкина, Анатолий Минаров и другие. В 80-е годы прекрасное литературное объединение «Парус», возглавляемое Львом Александровичем Бурдиным, членом Союза журналистов России, внештатным корреспондентом газеты «Ульяновская правда», создателем и бессменным редактором ежегодного альманаха «Симбирск». К сожалению, четыре номера только вышло, и четвертый номер он не успел уже увидеть. У меня вот здесь вот этот номер 94-го года. Я немножечко воспользуюсь им и зачитаю некоторые места из его публикации, посвященной Николаю Благову. Но вы знаете, что в настоящее время журнал продолжает свое существование. В 90-е годы дальше литературный процесс на этом не закончился, и было замечательное объединение «Стрежень», которым руководил яркий, самобытный, высокопрофессиональный литератор-прозаик, драматург, стихотворец, критик Виталий Андреевич Мусюков. Его учениками были и Анатолий Чесноков, и Виктор Малахов, и Василий Коробков, Валерий Кузнецов, Андрей Цухлов и еще другие. И вот сейчас, вспоминая имена этих замечательных людей, которые стояли у истоков Ульяновской писательской организации, мы понимаем, что эти имена надо знать. Молодая литература, молодые наши авторы мало что знают о них, и мы хотели бы эту историю немножечко привлезть, и, как я уже сказала, наряду с теми, которые живы и творят, мы будем упоминать и о тех, которых уже нет, поскольку история, традиции должны быть неразрывны, они должны быть продолжены. Но одним из этих имен, перечисленных в истории, мы дорожим особо. В пятерку крупнейших поэтов России конца XX века вошел и один из самых прославленных волжских поэтов Николай Николаевич Благов. Лауреат государственной премии РСФСР имени Горького за книгу «Поклонная гора». Вот этот маленький сборничек сегодня я держу в руках. И к моменту создания Ульяновской писательской организации Благову было всего лишь 20 лет. А в этом году исполнилось бы 2 января 90. Вот 90 лет со дня рождения поэта. Мы тоже о нем сегодня вспомним. Автор 18 поэтических сборников, многочисленных стихов, опубликованных в толстых литературных журналах. Лауреат всесоюзного, тогда всесоюзного, фестиваля молодежи, делегат съезда в Союзописатели СССР. Это все о Благове. Руководитель регионального журнала «Волга», он был главным его редактором, в свое время был и руководителем писательской организации. Строка Благова «Строка Благова насыщена тем художественным знанием жизни, страстями и печалями человека, которые нечасто встречаются в лирике». Вот мне хотелось бы сегодня... Невозможно все, так сказать, представить, то, что написано о Благове, но наш замечательный журнал «Мономах» в разные годы тоже писал о Николае Николаевиче, писал и о Григории Коновалове, с которым они замечательно дружили, переписывались. И мне хотелось бы немножко обратиться к журналу. Вот из переписки я привожу интервью, которое взяла у Ляли Ибрагимовны, вдовы Благова, Ольги Георгиевны Шейпак, и опубликовано это еще в журнале «Мономах» за 2000-й год в номере первом. Вот показываю. Здесь замечательная публикация называется «Не столь различный меж собой» из переписки Благова и Коновалова. «Дорогой Николай, часто думаю о тебе с любовью. Уж очень хочется встретиться и поговорить, и помолчать вместе. Удивительный брат дела, будто прирос к тебе сердцем, а писать письма не пишу. Какое у тебя настроение? Ты – сильное дарование, тебе грех унывать, тебе работать надо, как каторжнику. Кроме радости труда, все другие радости приходящие. Жму руку. Твой старший друг Григорий Коновалов». А в другом письме он пишет. «Моя вера в твой талант глубока. Я трезво мыслю, не ошибаюсь, думаю и не собираюсь стеснять тебя, но прошу у тебя разрешение на одно лишь, чтобы мог я хотя бы робко проявлять свою отеческую заботу о тебе. Говорю отеческую не потому, что я умнее тебя, а потому что старше. Но если ты против отеческой, то позволь братский заботиться о тебе. Ты мне дорог, бесконечно, как человек и поэт. Я жду, что переезд твой сюда на новое место». Коновалов в то время уже жил в Саратове и очень хотел, чтобы Благов возглавил журнал «Волга». Переезд кажется весьма благотворным на твоем творческом развитии. «Очень люблю стихи Николая Николаевича Благова, с которым имел счастье быть знакомым, делал иллюстрации к его стихам. И вот я как вспоминаю, когда мне было лет 11, это был, начинался Новый год, скорее всего, 51-й, родители взяли меня на празднование Нового года к писателю Григорию Ивановичу Коновалову, который был преподавателем Благова. И мама уверяет, что тогда за столом был и молодой студент Николай Благов. Я, конечно, к сожалению, этого не помню, потому что я большую часть времени провел в библиотеке, в богатейшей библиотеке Коновалова, рылся в книгах, все с автографами авторов. Вот. А уже, соответственно, в зрелые годы, когда я много рисовал для газет, у Ленской, правда, у Ленской комсомолец, вот доводилось делать и рисунки к стихам Благова. Помню, была какая-то большая подборка, я домой к нему пришел, спросил, Николай Николаевич, а вот каким стихам вы бы предпочли рисунки? Он так по-простонародному ответит, да ты чай лучше знаешь. Это меня очень тронуло, без всяких вычурностей. Да при том, что, говоря о Благове, вот с довольно известными литераторами, в частности, поэт Юрий Иванович Панкратов, который вот умер 4 октября этого года, вот один даже сегодня случайно вспомнил, вспоминая о том, что в книге Пыркова это друг Благова, хороший друг, замечательный наш поэт Ульяновский, Владимир Пырков, который потом уехал в Саратов и в журнале «Волга» заведовал отделом поэзии. У него выходила книга «Колокола под снегом». Я ее иллюстрировал, делал обложку, и там был рассказ «Кипрей» о том, как с Благовым они вдвоем бродили по лесу и нашли на поляну, где цвел кипрей. Ну, он же Иван-чай, это на высоких стеблях такой кустистый, вишневого, малиного, скорее цвета цветок. И Пырков пишет, я рассказал ему об этом цветке, он бедонос, его любят пчелы, любит он расти на гарях, на пепелищах. На гарях переспросил Благов и говорит «Замол». И вот потом я открываю сборник и читаю стихотворение «Кипрей». Спасибо, друг! Мало того, что я вспомнил о нашей прогулке, но какая мысль! Короче, это стихотворение сейчас попробую вспомнить. Лес метался в пожаре, догорал нелюдимо, почернело и затих, и потом много дней небо сыпало пеплом, дождь припахивал дымом, зори падая в окна, пугали людей. А на гарях кипрей раскустился в безмолвье, запылал, где и зверь не посмел бы пройти, обливается красной дымящейся кровью, не умея спокойно и смирно цвести. Ни цветок, ни пожар, это память пожаров. И повсюду, где мета пожара видна, он пылает, но слишком уж жарко пожалуй, запылал он в лесах, где металась война. Безрассудный цветок, дни быстры и недолги, все горит, будто хочет кого-то греть, будто хочет один он, от Вислы до Волги, будто хочет за всех отгоревших гореть. Публикации пишет Эриксон Рыбочкин, тоже журнал «Мономаха», тоже поздний, это 2010 год, номер первый. Эриксон Рыбочкин был другом Благова, школьным, со школьной скамьи. Он сам пишет, что мне посчастливилось, мне выпала честь быть его другом. И именно благодаря дружбе с Колей я познакомился со многими советскими поэтами-писателями, с его другом, московским поэтом Виктором Кочетковым. Мы вместе отдыхали на нашей заводской базе отдыха. И вот Кочетков, известный российский поэт, считал, что Благов, точнее всех советских поэтов, так самобытно, образно, изримо писал о военном времени в деревне. Он-то и предложил мне по мотивам творчества, пишет Эриксон Рыбочкин, написать эту публикацию. Здесь он обращает внимание на тот живописный слог, на ту густоту, метафор, на особенный Благовский язык, незабываемый Благовский язык. И пишет, что вместе с Николаем мне доводилось бывать у Пластова, в Преслонихе. И как-то Аркадий Александрович вскользь сказал мне, что Благов поэт планетарного масштаба. В войну в тыловой опустевшей России мальчишкам оставили труд мужики. Земля захлестнула нам ноги босые, пора мы в нее, мы пускали плуги. И надо ж, все поле хлеба затопили, зайдешь и утонешь, не видно голов. Или мы не особенно рослыми были, или нынче таких не родится хлебов. По нашим ли силам удача такая, не в поле оставить же, или слабы. Или слабы, девчонки, всю силу в рывке выдыхая, пудовые навос бросали снопы. И поле пустее скрипело вазами, зерна не роняло, за нами следил огромными, с памятью дымной глазами доставленный к нам ленинградец один. Глазастый и тихий, как голод блокады. Чуть слышно дышал он, еще не окреп. Полегче бросайте, да легче же надо, легонько, ребята, ведь это же хлеб! И только дыхнуло затишье по странам, Россию в руинах, в могилах, в дыму. Из пепла Россию вручила война нам, такой не вручала еще никому. Но все же была и тогда она сказкой, вольготно дышала из всех родников застенчивой свежестью артезианской. Бродила здоровьем на веки веков. И мы за нее оставались в ответе. За солнце с рассвета, за звезды в ночах. И как-то в заботах никто не заметил, когда это мы развернулись в плечах. К земле прикипели, втянулись трудиться. И вдруг удивились, когда ковыли на диких степях обернулись пшеницей, да к звездам рванулись в полет корабли. Мы слушали кроткие их позывные, мы слышали, мир удивленно притих. Так вот она стала какою. Россия. Россия ровесников дельных моих. Войну. Еще один замечательный отзыв, я уже упоминала этого, про Зайк, это Анатолий Жуков. Тоже я хочу привести публикацию журнала «Мономах» 2006 год, номер 4. Это отрывки из очерка Анатолия Жукова. «Привет Микулы Селениновича». Ну, как известно, Благов внешний богатырь, даже внешность его соответствовала его слогу, размашистому, крупному, богатырскому, его строке, богатырской строке. И вот такой образ, образ богатыря Микулы Селениновича ему, конечно, очень подходил. Жуков рассказывает о том, как он впервые встретился, как он познакомился с Благовым. Меликесе, это в 1955 году, в 1955 году районный тогда Меликес, куда Благов приезжал с опкором от Ульяновского областного радиокомитета. Приезжал вместе с своей молодой женой Лялий, ровесницей его, недавней выпускницей пединститута. И замечательно описывает время Анатолий Жуков. «Почти тогда, почти полвека назад, когда мы встретились, жизнь была бедной, после войны. Но будущее казалось нам радужным, солнечным. Мы были молоды, мы жили в могучем государстве, в стране победителей. Мы, рано познавшие труд, были причастны к этой победе и не без оснований надеялись, что не подведем и в будущем». Жуков пишет, что Николай Благов был похож на свои стихи, основательные, поставистые, красивые по чувству. Но, хорошо зная стихи и их автора, мне все время думалось, что у него еще много несказанного. И это несказанное будет крупнее, потому что сам он был больше своего творчества, глубже, талантливей. А после того, как его друг скончался, похоронен он был на кладбище Крестово-Городище, рядом с родной Андреевкой, на песчаном сгорье, в окружении соснового леска, среди полей. И «Ляля подвела меня к продолговатому песчаному холмику», пишет Жуков, «с массивной плитой, на которой выбито крупно и кратко. Николай Благов. И годы жизни. Рядом могила его отчима, бывшего председателя здешнего сельсовета Лысов Николай Афанасьевич. И все. Шуршит, процеживается в сосновых ветках легкий весенний ветерок, хлопочет у гнезд, черные грачи стрекочут длиннохвостые белобокие сороки, булькает внизу ручей, стекающий из подосевшего темного островка тающего снега. И кресты, кресты кругом. Неужели это все, что остается от нас на родной земле? И в ответ будто слышу дружеский, по-волжски окующий голос Благова, рассудительный и спокойный, как всегда. Не унижайся в укоризне, прочти небесно до конца и смерть, как укрепление жизни, как высший замысел Творца. Ну и, конечно, нельзя говорить о Николае Благове, не читая его стихов. Я с удовольствием прочту стихи Николая Благова из его сборника «Поклонная гора», за которую он получил государственную премию в 1983 году. Ну вот, одно из замечательных стихотворений. И только бы, девчонки, стать красивой, в окопы оступилась тишина, и пушки, сплюнув, смазку пробасили. А вот вам, а вот на красоту вам, вот война. Мужским трудом износит, обездолит, но как-то всхлипень сладко стала ей, еще и не любивший петь по вдовье в телеге громыхая из полей. Вдова в притухшем приживалась взгляде, когда случилось, что там развлечать, в разгул послевоенных спешных свадеб заезжего солдата повстречать. И не было на песнь ее управы, навстречу шла без тропок, без дорог, с улыбкой никла перед ним, как травы, когда меживетел хлынет ветерок. Он не пустил дурной молвы по ветру, Всего сказал, печали не тая, Пронес бы на руках тебя по свету. Да знаешь, на руках моих семья. Пошла, стыдясь окошек, как ногая, Вся на виду, вся на виду, одна. Пошла к походке прежней, привыкая, с которой не спешила никуда. Была война, и если не затела, Так за душу, кого не погляди, Война своим слепым огнем задела, Оставив пепел холода в груди. В дворце книги есть издание Николая Благова, Много публикаций, которые писали его современники о нем, Российские, ульяновские авторы. Его имя носит Андреевская средняя школа В Черноклинском районе, на которой установлена памятная доска. В Ульяновске дом по улице Матросова номер 5, Где жил и работал поэт, там тоже мемориальная доска. И в 2010 году имя Николая Благова Было присвоено городской библиотеке Централизованной библиотечной системы города Ульяновска, Библиотека номер 15, Которая замечательно работает с именем Николая Благова. А в селе Андреевка Черноклинского района еще в мае 2009 года состоялся Первый Благовский фестиваль. И в 2015 году, тоже об этом хотелось бы сказать, 15 января в Ульяновском педагогическом университете прошли Первые Благовские чтения. Назывались они поэт Николай Благов, личность и эпоха, На которых выступил член правления Союза писателя России, Недавно скончавшийся, Анатолий Парпора. Он замечательно сказал там о своем друге и поэте, Учителе, друге Николай Благове. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok